В этом небольшом помещении, где раньше была веранда, Евгения и Ольга Малковы решили обустроить небольшой цех для переработки молока. Впрочем, основная цель была научиться изготавливать сыр. Для начала необходимо было пройти обучение, а не просто изучить в интернете рецепты сыроварения. Учились у опытного технолога. Обучение – это не только рецептура, это по большей части изучение процессов сыроварения. Это на уровне химических процессов. Нужно понять, как это все происходит. Тонкостей в сыроварении много. Не уследишь за процессом – сыр не получится. Вначале так и было. Хозяева переживали, а охотничьи собаки питались по высшему разряду. Секрет успеха в том, что не нужно никогда унывать. Не получилось – хорошо, отложи, проанализируй, что у тебя пошло не так. Сделай так, чтобы вышло то, что ты желаешь. И тогда успех к тебе придет обязательно. А желали молковы производить сыр высокого качества. Начали с того, что проехались по большим хозяйствам и изучили качество молока. Сырье должно быть сыропригодным. Не из каждого молока сыр получится. Мы пробовали. Мы пробовали понемногу. Брали сырье у нескольких производителей. Но пришли к выводу, что самое хорошее сырье там, где работает зоотехник. Там, где молоко еженедельно проверяется в специальной ветлаборатории, где следят за здоровьем животных. Приобрели сыроварню на 60 литров и решили начинать не с кастрюли, как многие, а сразу с больших объемов. Был такой период, вспоминает Ольга, когда неудачи буквально преследовали. И прекратили бы они свое дело. Но тут произошла судьбоносная встреча с представителями департамента сельского хозяйства. В этом году, кстати, среди получателей грантов много переработчиков. Если взять семью Малковых, то они у нас принимали участие в наших сырных фестивалях просто как ЛПХ. И на наших этих мероприятиях мне довелось несколько раз их уговаривать, чтобы они приняли участие и стали уже крестьянско-фермерским хозяйством, получили грант. Это новый толчок развития. Это позволяет гораздо быстрее увеличить объемы производства. Сумма гранта сыроваров составила миллион восемьсот тысяч рублей. Добавили своих двести, купили новую сыроварню, что позволило в полтора раза увеличить производство. Сразу же встал вопрос, где хранить продукцию. Сыр, как известно, должен созреть. Вырыли сырное хранилище или по-простому погреб, но оборудован он будет по последнему слову техники. Купили анализатор молока, вакуумный упаковщик. Не вся сумма гранта истрачена. В пятницу молковые повезут свою продукцию в Серебряный город, фермерский магазин, где будут продавать свою продукцию под маркой «Экопродукт постоянно». Специализируются на твердых сырах из коровьего и козьего молока. Для того, чтобы понять качество продукта, прокомментировала Ольга, необходимые глаза, нос, вкусовые рецепторы. Ирина Афунина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Продолжение следует...